Всем привет, ребята! Меня зовут Мива, и добро пожаловать в Fantasy Minecraft. Это у нас прохождение сборочки Lost Souls, и мы остановились на том, что мы создали вот такое красивое рабочее место, и обзавелись столом исследователя. Благодаря этому столу мы сможем изучать и даже прокачивать реликвии, которые мы находим в нашем приключении. Пока что забираю и возвращаю на место. Также мы посетили глубины шахты, и там смогли выбить себе крушитель черепов на целых 11 урона. И еще, между прочим, мы сделали одно хорошее дело, это создали первые механизмы, которые нам потребуются для создания стали. А это именно речь идет о механическом смешивателе из крейта и о прессе. В общем, в прошлой серии был и экшен, и много полезного мы сделали сама по себе, она была очень продуктивной, поэтому, ребят, кто не смотрел, советую к просмотру. Ну а сегодня мы с вами продолжим прикладывать усилия для того, чтобы создать сталь. Я напоминаю, для ее создания нам осталось всего лишь создать горелку всполоха. А горелка всполоха подразумевает собой то, что нам придется отправиться в ад. И даже если бы у меня были все блоки обсидиана, у меня, к сожалению, пока что немножко не хватает, я бы туда не смог отправиться. Поскольку на этой сборке ад переработан, и для того, чтобы нам туда отправиться, нам нужны специальные пространственные слезы. Насколько я знаю, они могут спавниться в сундуках у разрушенных порталов. Но также квесты говорят мне о том, что пространственные слезы можно еще получить, собрав их бутылочку при помощи плачущего обсидиана. Вот о такой механике я не знал, но, по крайней мере, таким способом мы откроем нам Незер. А Незер, напомню, нужен для того, чтобы поймать Ифрита в горелку. В общем, все ведет к тому, что нам нужно отправиться с вами в путешествие, исследовать местость и постараться найти разрушенный портал. Ну а прежде чем мы отправимся в путь, я думаю, нам надо хорошенько подготовиться. В первую очередь нужно скрафтить Атлас. Он нам будет заменять нашу карту, а то, зная, как я ориентируюсь в пространстве, поездка может плохо кончиться. Для его создания мне нужен компас и книжка. Книжка у меня точно есть, забираю ее. А для создания компаса мне нужен редстоун и железо. Редстоун у меня есть, железо тоже есть. Поэтому сначала крафтим компас. Крафтимся он с помощью одного редстоуна и четырех слитков железа. Отлично, теперь я просто соединяю книгу и компас и получаю пустой старинный Атлас. Давайте взглянем на него. Ну-ка, открываем его. И вот так он будет выглядеть. В первую очередь хочется начать с того, чтобы добавить здесь точку. Назовем ее сразу дом и выберем, например, вот такую иконочку. Отлично. Также, я думаю, необходимый предмет путешествия это спальный мешок. Крафтится он с помощью трех шерстей. И таким способом мы не будем сбивать спампоинт с основной нашей кровати. Так, шерсти у меня, к сожалению, дома нет. Но я помню, вот там, где мы только возродились в этом мире, там была палатка небольшая. Как раз-таки ее можно сейчас облутать, чтобы получить шерсти. Вот и прибыли. В принципе, все рядышком. Вот оно, наше место спавна. Вот там стоит этот японский домик. А там наша база за горой. Думаю, пора бы скрафтить ножницы. Потому что железа пока что хватает. И теперь давайте спокойненько просто заберем эту палатку домой. Ну, вот как-то вот так. Немножко разорили мы все это дело. Все. Поехали обратно на базу. Давайте сейчас сразу же скрафтим нам спальный мешочек. Здесь ничего сложного. Забираем его. Думаю, пора немножко почистить инвентарь. Все лишнее, что мне в дороге не потребуется, я выкидываю. Еще я хочу скрафтить несколько ведер плюсом. Потому что если все-таки я не найду по пути заодно обсидиана, а я рассчитываю, что я найду его в сундуке рядом с порталом, то тогда я просто, может быть, где-то по дороге наберу лавы. Таким способом я смогу заменить обсидиан. Еще на дорожку я предлагаю пожарить немножко мяса. Вот так вот. Все-таки не зря мы же кухню строили, правильно? Правильно. О, все, мясо приготовилось. Отлично. Есть немного хлеба, есть немножко мяса, есть спальный мешок, немного морковки. Последний штрих, который хочется сделать, это подобновить немножко броню. А то кто знает, кого по пути можно будет встретить. Вот, все. Надеваем броню, которая получше. Отлично. Ну а теперь, ребята, я думаю, пора в путь. Ну что, мой верный конь, мы отправляемся на поиск разрушенного портала. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ох, ребят, я не знаю, что произошло, но просто меня разбудил какой-то кошмар. Это было очень необычно. Я надеюсь, меня сейчас никто нигде не убьет, и мне не дают дальше спать. Это, в общем, не смешно, но как хорошо то, что здесь какое-то строение есть. Я надеюсь, здесь хотя бы кто-то добрый живет. Давайте посмотрим. Сундук. Пока что брать ничего не буду, потому что в этом мире мы уже заметили то, что есть торговцы, которые могут тебе и по голове дать за то, что ты у них что-то своруешь. Здорово. Привет. Могу сразу сказать, что этот парень похож на какого-то повара. Ого, подождите, с ним можно поговорить? Серьезно? Рад тебя видеть. Миво, у меня есть работа для тебя. У меня закончилось молоко. Ты же понимаешь, что это настоящая катастрофа на кухне, ведь так? Принеси мне ведро молока как можно скорее. Это как раз-таки ребята, те NPC, которые спавнятся теперь по миру. И у нас есть вот такая вот книжечка. Да, и вот здесь появилось это поручение. Доставка. Найдите ведро молока. Соберите необходимые предметы и доставьте их NPC, чтобы выполнить поручение. Слушайте, неожиданно, очень неожиданно. Я надеюсь, что здесь есть рядом коровы, потому что в принципе у меня есть ведро. То есть молоко не должно быть для меня проблемой. Так, только бы конь мой не убежал никуда. Давайте я его сейчас запаркую немного. Вот, например, к овцам. Почему бы и нет? Так, все, пускай он пока что здесь постоит. Давайте зайду пока что в этот дом, посмотреть, что тут до конца есть. Так, здесь мы можем просто выйти. Там мы можем выйти в сундуках. Ничего интересного. Блин, луты... А, подождите, второй этаж. Я только хотел сказать, что лута никакого интересного в принципе нету. Опа! Роликовые коньки. А это новая реликвия. Надо будет узнать обязательно, когда вернемся домой, что они делают. И, кстати, здесь есть кожаные штаны. Ну, я думаю, нам это не надо. А вот ролики очень даже интересные. Я даже не против надеть их. Вот сюда, получается, я их могу добавить. Так, еще здесь что-нибудь... Стоп. Я реально как на роликах езжу, ребят. Это очень... Я не понимаю. У меня очень странное сейчас управление. Так, пока что сниму. Ладно, дома будем, посмотрим. Так, еще сундучки или какие-то еще ништяки походу нету. Спать я все так же не могу. Я, похоже, режим себе не только в жизни, но и в Майнкрафте сбил. Но уже, по-моему, рассвет. Да, уже по чуть-чуть солнышко встает. Так, хорошо. Я думаю, сталь немножко подождет. Давайте сейчас посмотрим, есть ли здесь коровы. И, наверное, как назло, сейчас вообще ни одной коровы не будет, да? Я что-то вижу в стопе. Стоп, 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 стоп. Это похоже, кстати, на разрушенный портал. Неужели все рядом будет? Да, я вижу там плачущий обсидиан. Но я никогда еще не видел, по-моему, вот таких порталов в Незер. Это что-то новое. И, слушайте, выглядит очень красиво. Так, вот сундучело. Так, в сундуке есть два обсидиана. Бутылочка пространственных слез. Здесь также написано, что с помощью нее можно вернуться к точке возрождения. Или точке появления в мире. То есть, как ТП на спаун. Слушайте, удобно. Ну, и может активировать портал. Забираем. Также есть косточки багрового винограда. Хорошо. Золотые перчатки. Духовный шаблон кузнечного дела. И магический свиток череп-иссушителя. Забираем. Наверняка 100% этими черепами можно просто стрелять. Так, ладно, хорошо. Получается, с пространственными слезами я решил. Портал я, как минимум, активирую. Я все-таки хочу сейчас квест сдать. Ой-ой. Ой-ой, ребят. Это, если что, гнездо дракона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я надеюсь, сейчас никто сюда не прилетит. Давайте быстро чекнем сундуки. Железный нагрудник. Манускрипты. Отлично. Получается, мы сможем начать изучать Ice and Fire. Немного золота. Сейчас все заберу отсюда. Так, здесь еще есть сундук. Смотрим. Так, еще золотые самородки. Ладно, наверное, все золото я заберу. В принципе, не будем отказываться от него. Так, железный нагрудник тоже заберу. Можно мой будет поменять. Главное, чтобы сейчас сюда не прилетел дракон. Так, забираем быстро и уходим. Все, самородки, по-моему, я все собрал. Получилось много. Прямо реально много. Так, коровки, коровки, коровки. Вблизи. Ё-моё, нет. Нет. А вот. А вот и дракон. Мне же не показалось. Я только что реально видел дракона. Так. Где он? Повезло. Вот это мне повезло сейчас. Это могло плохо сейчас кончиться. Надо выбираться отсюда как можно скорее. Лучше уходить подальше. Как можно дальше. Я сам прекрасно сейчас понимаю то, что к стычке с драконом я не готов никак. Я хочу сейчас немножко вот на этом береге побегать. Посмотреть нет ли там коров. Чтобы все-таки сдать квест. Увы. Коров я здесь не вижу. Но вижу какую-то деревню. Я надеюсь, что там будут животные. Но знаете, вот я сейчас иду. И переживаю, что дракон может быть там. Драконы всегда любят селиться в принципе с деревнями. Чтобы было что покушать, как говорится. И возможно сейчас он разрушает ее. А я могу туда подойти и загреть его на себя. Это будет плохо. Лады. Просто дом, просто житель. Пожалуйста, фермы. Скажите, что у вас есть фермы. Так, большая деревня, видимо, какая-то. Так, фермы. Вижу обычные фермы. Но мне надо фермы животных. Вижу там жителей, кстати, по-моему, которые охраняют деревню. Подождите-ка. Знаете, вот этот мод, который добавляет новых жителей всяких разных. Он как будто делает Майнкрафт немного более живым. Так, смотрим, у нас здесь котики. Там еще какое-то строение. Туда я не пойду. Неужели здесь нет коров? Закон подлости, как всегда, работает? Ладно, попробую сейчас подняться немножко повыше. Может быть, что-то я все-таки увижу, а? Ну, здесь опять же поля. Там есть какое-то строение. Но это строение гнумусов. Туда я тоже пока что не хочу. Вот есть здание какое-то красивое. Может, за ним где-нибудь корова есть? Блин, и, к сожалению, видимо, нет. Видимо, нет. Очень жаль. Жители есть, а коров нет совсем. Ну, давайте вот этот домик красивый посмотрим. Опытный искатель. Ого. Руну исцеления надо тогда забрать. Она нужна для посоха какого-то. Мы в первой серии нашли какой-то посох. Поэтому я заберу ее. Вот этот стол, ребят, я не буду забирать. Этот стол будет нужен в пути жреца. Как и эти руны. Но я думаю, путь монаха, да, чуть-чуть попозже начать изучать. Все-таки закончить с тем, чтобы наконец-таки сделать самурайскую броню. И раз мне так не везет с коровами, я думаю, надо отправиться домой. А квест мы в этой серии, ну, попозже сдадим. То есть так тоже можно сделать. Сейчас не буду тратить время на поиски. Давайте потихонечку возвращаться. Только сначала надо как-то аккуратно вернуться в таверну. Надеюсь, дракона я не встречу. Смогу лошадь свою забрать и со спокойной душой вернуться домой. Ребята, вот он, вот он, он снова... Я не понимаю, он багает или что? Его сначала не было видно. Сейчас он появился, но наступает ночь. По идее, он сейчас ляжет спать. Давайте-ка подождем немножко. Снова пропал. Ладно, либо он плохо прогружается, либо он лег спать. Может, под землю укопался. Кто его знает? Нет, видел только что кусок хвоста. Так, аккуратно. Аккуратненько. Так. Ребят, смотрите, смотрите, давайте аккуратно. Я вам чуть-чуть покажу. Вон он, лег спать. Зеленый дракон. Ладно, дружище, нам пока что с тобой нельзя воевать. Я возвращаюсь обратно. Ну, думаю, сейчас дальше проблем не будет. Так, прежде чем мы отправимся, давайте попробуем, смогу ли я сегодня переночевать в таверне. Не обессудь, дружище. Я сегодня попробую у тебя лечь спать. Нет, опять не чувствую усталости. Все-таки режим я сбил. Ладно, торговец, молока я чуть-чуть попозже завезу. Ты не обессудь. Я скоро заеду. Давайте немножко сориентируемся, где мы находимся. Так, вот наш дом. Ехал я, получается, вот в эту сторону. И добрался до сюда. А, вот она, кстати, деревня. Вот это отражается вот здесь. Портал этот разрушенный отражается. Слушайте, мне вот этот атлас очень нравится. Он очень даже красивый. Тогда давайте добавим здесь метку. Поставим вот такой домик. И назовем ее повар. Все. Теперь, если что, я спокойно смогу вернуться. А сейчас по коням и домой. Это кто такие? Охренеть! Там кто-то здоровый с каким-то посохом в руках, который еще в меня стреляет. Я понял. Ночи здесь до сих пор опасные. Вот, блин, мой верный конь меня покинул. Придется добираться до дома одному. Очень-очень жаль. Блин, я потерял коня. Реально грустно стало, если честно. Только бы добраться до дома. О, корова, 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 корова. Ребята, корова, где же ты раньше была? Забирай молоко. Все, забрал молоко. Ладно, ладно. Надо сваливать, надо сваливать. Иначе скелет точно убьет. Ой, вниз. И смотрите, кстати, в доставке изменилось. Теперь даже координаты показывают, куда надо отправиться, чтобы доставить это молоко. Но чуть позже, чуть позже. Сейчас нужно вернуться домой. КОНЕЦ Это что сейчас произошло? Офигеть, идешь, никого не трогаешь, просто бьет молния в лошадь. Это скелет. И призываются вот такие ребята. Охренеть. Да и здесь скелеты. Не, ребят, это, конечно, кошмар. Фух. Наконец-то я дома. Аллилуйя. Слушайте, только под утро я смог вернуться. При этом ходить здесь по ночам очень-очень опасно. Ну и погода на улице. Это что-то, конечно. Фух. Надо как-то сейчас дух перевести. Пораскинуть вот это все. И сейчас продолжим. Я думаю, руны, исцеление и кузнечные шаблоны мы точно посмотрим попозже. Свитки, манускрипты мы этим, да, тоже займемся. Но чуть-чуть попозже. Пока что все это убираю. Так, золото, железо мне не надо. Перчатки, кстати, золотые я выбил. Почему бы их не надеть? Если есть такая возможность, давайте наденем. Может быть, урон будет сильнее. Кстати, не надеваются. А почему? Ну-ка. А если вот так? Вот так? Наделись? Серьезно? Да, они наделись. Только в какой слот они наделись? Слушайте, вот здесь я не вижу. Ну, просто на правую кнопку мыши все сработало. Ладно, пусть так. Давайте сначала проверим, что это за реликвия. Потому что на улицу я пока что выходить не хочу. Давайте поглядим. Та-дам. Так, все, я положил. Получается, я изучил. И теперь я могу понять, что это такое, да? Способность этой реликвии, ребят, это разгон. Она увеличивает скорость передвижения в зависимости от ее продолжительности. Короче, все блоки становятся скользкими. То есть, как будто на льду. Я думаю, можно попробовать ее надеть. Но, наверное, проверять ее 100% надо на улице где-то, где места побольше. Вот давайте я попробую сейчас разогнаться. Вот я бегу, бегу, бегу. Охренеть! Офигеть! Нет! Меня прям заносит по чуть-чуть! Нет! Я понял. Нет, слушайте, чтобы преодолевать большие расстояния, это неплохое дело. Это прям неплохо. О, медведь, кстати, здесь. Он скорость-то хорошую развивает. Обалдеть! Ух! Правда, заносит местами. Ай-яй-яй-яй! Как будто дрифта даешь! Вот это я понимаю. Сапоги-скороходы, конечно. Ладно, возвращаемся домой. Блин, я как будто на лодке езжу или реально по льду бегаю. Я думаю, их можно снять и, в принципе, хранить, например, в рюкзаке, кстати. Пора бы, наверное, рюкзак почистить. И, например, когда мне надо будет преодолеть какое-то расстояние пешком, надевать их и просто будем пролетать это все быстро. Еще, кстати, мне в комментариях написали то, что для того, чтобы использовать реликвию, там надо не вот этот опыт, а другой. То есть, по идее, я могу прокачать свое ожерелье. Давайте попробуем. И знаете, о чем я сейчас задумался? А что будет, если прокачать те сапоги-скороходы? Это как ты в них быстро бегать будешь? Нет, слушайте, я нажимаю. Не дает, не дает прокачать. Возможно, все-таки вот этот опыт мой обычный, то есть, который уровень. Ладно, пока реликвию забираю, возвращаю. Но мне реально стало интересно, что будет, если прокачать вот эти скороходы. И как бы весело сейчас не было, мы нашли реликвию, мы нашли пространственные слезы, получили какой-то квест. К сожалению, произошла потеря. Мой верный конь погиб. Увы, да, мир суров. Я сам это прекрасно понимаю. Да? Давайте хотя бы на нем злость я выпущу сейчас чуть-чуть. Вот так вот. К сожалению, не смог я его защитить. Нас просто со стороны забомбили. И он отдал свою жизнь, чтобы спасти меня. Так что я теперь обязан сделать сегодня броню самурая, чтобы его смерть не была напрасной. Что ж, я думаю, можно переходить к порталу в ад. Только единственный момент, не хватает два обсидиана. Нужно будет сейчас, наверное, сходить в шахту и постараться найти там хотя бы озеро лавы. Ну, либо еще один алмаз, и тогда я смогу создать алмазную кирку. Ну, и спокойненько добыть обсидиан. На всякий случай возьму с собой досок, два алмаза. Вдруг я все-таки найду третий. Блин, а его надо будет полировать. Тогда на всякий случай и точило возьму. И давайте сейчас быстренько сходим в шахту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Чего? Я не понял. Ребят, что за приколы? Двери закрыты. Лег спать. Появился просто какой-то черт. Я, кстати, срубил вот здесь дерево, которое было. Потому что верхние этажи пока что я не планирую делать. Но вернусь к ним попозже и думаю где-то сбоку делать лестницу. Точно так же я закрыл подвал. Потому что их откроем, когда они нам потребуются. А пока что только мешаются. А я могу, интересно, обратно лечь спать? Да, я снова не чувствую усталости. Не повезло. Ладно, возвращаю точилы на место. Потому что алмазов я в принципе не нашел. Так же алмазы можно тоже скинуть. Но два ведра славы у меня теперь имеются. Поэтому я смогу спокойненько сделать портал в Незер. Но пока что я смотрю на улице. Нифига не безопасно. Поэтому давайте-ка лучше спокойненько подождем рассвета. Или, кстати, знаете, у меня даже идеи есть. А почему бы мне не сделать порталы, например, внизу дома? Правильно? У меня же есть здесь подвал. В принципе, вот здесь портал как будто идеально впишется. Давайте-ка я, наверное, может быть, попробую его сделать временно здесь. А потом, если нам надо, будет мы его, само собой, перестроим. Блин, ребят, я накосячил. У меня бы всего хватило. Ё-моё. Мне бы даже лаву не пришлось использовать. Я почему-то спутал. Мне казалось, что 12 блоков надо для портала. Блин. Ладно, даже при таких раскладах мы сейчас без проблем все это сделаем. Как хорошо то, что здесь, кстати, вода в котле была. Так, тогда мне надо просто разлить здесь лаву. И теперь вот здесь обсидиан. Забираю обратно. Все, портал, по идее, готов. Давайте попробуем его активировать вот этими пространственными слезами. Я надеюсь, все получится. Раз, два, три. Какой был приятный звук. Кстати, звук очень классный. Теперь последний шаг, прежде чем туда пойти, это надо сделать горелку. А крафтится она из листов и назырака. Слушайте, наверное, можно сейчас сразу сделать листов, взять верстак и, если что, горелку скрафтить, в принципе, в аду. Так, железка, железка, железка. У меня же 100% железа еще должно быть. Я не понял, где мое железо. Так, здесь три железа. Серьезно, у меня не хватает железа. Вот, блин. Это даже смешно, ребят. Ладно, сейчас порешаем. Так, все, забираю. Пока что отсюда пять штук. Восемь слитков. Нам как раз-таки хватит на восемь пластин. А это значит, можно будет сделать две горелки. В общем, ребят, я могу сказать, что шахта у меня под домом просто огромная. Мне кажется, чтобы ее обойти полностью, надо будет очень-очень много времени потратить. Блин, и что с погодой? Последнее время просто дожди нахерачат. Ладно, делаем пластины. Так, все, пластины готовы. В принципе, можно сразу же верстак сделать. И теперь можно отправляться в Нижний мир. Там-то мы и найдем, наконец-таки, ифритов. Все, спускаемся в наш портал. И давайте, ребят, просто не глядя. Я надеюсь, что хотя бы спавн нормальный будет. Просто, пожалуйста, нормальный спавн. Так, долина Пескодуш. Почему сразу вот в каком-то вот таком месте? Я вот как знал, я как знал, что будет что-то подобное. Нет, нет, только не говорите, что еще где-нибудь здесь спавнер есть. Откуда тут столько иссушителей? Объясните мне, пожалуйста. Я сейчас просто отъеду, даже еще ничего не посмотрев. Так, секунду тишины. Где я нахожусь? Ну, первое, что я вижу, вот это маленькое строение. Там визор без головы. Я такой первый раз вижу. Так, давайте осмотримся. В первую очередь, вижу вот эту штуку. Я не знаю, есть там спавнер или нет, но даже если есть, ломать не буду. Вдруг Незер-Глезда будет использоваться для каких-то крутых вещей. Поэтому, в принципе, можно будет превратить в фармилку, возможно. Так, что у нас вот тут вот? Тихо. Я слышу кого-то. А ты что такое? Офигеть! Язык длиннющий, просто зеленый. Не подходи. Не надо. Все, уходи. Крепости я не вижу. Мне, в первую очередь, нужна крепость. И ее я не вижу. Давайте сразу несколько назраков. Верстачок. Превращаем нам это все в горелки. Так, раз горелка. И теперь два горелка. Отлично. Две горелки есть. Это я с учетом на будущее, если что, ребят, делаю. Так, вижу Гаста. Так, давайте, ну-ка, отойдем куда-нибудь вот сюда. Пусть он меня не заметит, надеюсь. Не дай бог он сломает мой портал. Тогда это будет точно конечное. Что у нас вот это такое? Ребят, это, походу, какой-то данж с боссом. Ну, он выглядит как данж с боссом. Мне даже, честно, пока что стрёмно туда идти. Вижу беса. Бес или демон, кто ты такой? Так, аккуратно. Я хорошо оглушаю своим молотом. О, кожа выпала неплохо. Надеюсь, сейчас здесь все будет нормально. Так, спавнеры здесь есть? Нету? Что, здесь скелет, который со взрывчаткой нет, не хочу трогать. Эм, слушайте, а здесь нет никакого спавнера. Здесь, в принципе, только скелеты. Хотя, вот какие-то частички есть из-под земли. Сейчас мы это посмотрим. Надо вот с этим разобраться. Раз, не взорвался, хорошо. Слушайте, а безголовый меня бить будет? По-моему, не бьет. Как он здесь живет? Так, видел частички вот здесь, по-моему, какие-то. Возможно, это частички просто вот от душ. То есть, да, похоже, здесь спавнера никакого и нет. Здесь даже можно вот это место превратить во временную базу. Так, открываем сразу атлас. Ставим здесь метку. Называем ее портал. Иконку портала я поставлю, все. Теперь мне не так стрёмно куда-то уходить. Самое главное, что метку поставили. Хорошо, надо как-то аккуратно куда-то двигать. А куда, честно, не знаю. Потому что, мне кажется, очень опасно здесь для нас будет. Ладно, думаю двигать вот в ту сторону. Там хотя бы как-то пониже. Может, заодно краем глаза посмотрим, что это за строение. Нет, нет, ну ешкин кот. Ну почему все так? Серьезно. Не стреляй в меня. У меня лука с собой никакого нет. Гаст, как не вовремя. Блин, ладно, походу в ту сторону, ребят, я не пойду. Потому что, вон он, мне уже все снес. Потому что я где-то видел, даже скелет рядом ходит. Гаст, аккуратненько. Ладно, он, похоже, меня заигнорил. Он просто улетел. Слушайте, вот там я увидел какой-то скелет. Я увидел там много привидений. Ну, блин, строение выглядит так, как будто ты туда зайдешь, а там сидит какой-то здоровенный босяра. Поэтому я пока что не пойду к нему. Ладно, давайте в другую сторону в какой-нибудь. Но сначала разбираемся с мелочью. Кстати, вон, по-моему, зеленый язык, который нам выпал с монстра, которого мы убили недавно вот здесь. Да, это язык. Это язык Аканаме. И получается, он используется на столе кузнеца вместе с духовным шаблоном кузнечного дела. И он накладывается на какую-то катану. Мне кажется, наверное, будет что-то с отравлением или что-то из такого расклада. Но уже вот такая механика уже очень-очень интересна. Ладно, давайте по чуть-чуть спускаться. Знаете, я, наверное, глупо поступаю, что иду без щита. Блин, опять Гаст. Ну, серьезно. Мне кажется, надо было крафтить щит. Без щита может быть очень тяжело. Ну, давай, Гаст. Давай. Ладно, не хочет. Тогда и я не хочу. Тогда я просто его тоже заигнорирую и пойду просто спокойно дальше. Но, я так понимаю, на моем пути меня ждут только одни враги. И доброго никого я здесь не встречу. Ух, надеюсь, я смогу выдержать этот натиск. Ну, вот, похоже, я и нашел крепость. Слушайте, уже увидел несколько странных вообще существ, которых раньше даже не видел. Это меня очень радует. Я люблю новый контент. Ух. И вот опять, кстати, одно из тех существ, которые я никогда не видел. Оно похоже на лавомерку. И, видимо, на ней кататься можно, потому что было какое-то достижение даже. Оседлайте седло или что-то вот такое. Ну, тихо ты. И у него хп даже немного. Как будто его можно использовать для того, чтобы на нем кататься. Только что выпал традлит. Пока что без понятия для чего используется. Может, хватит гореть? Пожалуйста. Да сколько можно-то? Почему я бесконечно горю? Я сегодня прекращу гореть? Спасибо. Ух. Здесь, кстати, вот тоже, опять же, разрушенный портал. Ладно, давайте посмотрим сейчас вот этот металл. Он используется для создания определенного седла. А, видимо, короче, на этом мобе можно ездить. Но нужно вот именно вот такое седло. Нам, похоже, надо еще один вот такой кусочек и два седла. И я смогу его оседлать и путешествовать на нем по аду. Очень интересная механика, кстати. Если это будет работать так, то это очень круто. Потому что будет средство передвижения даже в этом мире. Мне нравится. Ладно, давайте как-то аккуратно поднимемся на эту крепость. Вообще, я не хочу особо исследовать ад сейчас. Я пришел сюда, в принципе, ради брони самурая. Поэтому, я надеюсь, мы сейчас просто заберем Эфрита и отложим ад на потом. Потому что пока что я понимаю, что он для меня будет очень сложный. Так, вот и верхушка, да? Почти прибыли. Да, последний блок. Все, я на месте. Чертоги страха. Это она. Это крепость. Отлично. И знаете, меня очень радует то, что она, в принципе, недалеко. То есть пройтись реально чуть-чуть. Вот там буквально где-то мой портал. Лады, надо перекусить. И знаете, у меня еды очень мало осталось. У меня реально остался один хлеб. Я надеюсь, я дотяну. Поэтому готовлю сейчас себе несколько пустых горелок. Погнали, найдем сейчас Эфритов. Заберем их. И быстро уйдем. Я очень надеюсь, что мы ни на кого не нарвемся. Очень на это надеюсь. А вот и Эфриты. А вот и Эфриты, ребята. Надо как-то быстро. Быстро. Быстро-быстро, пока он меня не заметил. Так, пришел. Залутал Эфрита. Отлично. Первый есть. Первый есть. Сейчас будет второй. Заспавнится. И мы быстро свалим. Так, подготавливаю все для того, чтобы быстро смог отойти. Так, Эфрит здесь. Да, забрал. Забрал. Ухожу. Ухожу. Просто ухожу. Даже не буду сражаться с другим. Валим. Надеюсь, сейчас он меня не попадет. Я очень зря, что не взял с тобой щит. Это огромная ошибка. Так, ну я спустился. Все, отлично. Теперь уже не страшно. Все, что осталось, это нужно постараться добраться до портала. Я надеюсь, это не будет большой проблемой. Ох, ребята, а вот и портал. Офигеть. Я смог сходить в ад, и я даже не умер. Это подвиг. Это подвиг. Это очень круто. И еще нашли необычное строение, что меня тоже очень радует. Пора возвращаться домой. Ой. Осуждаю. Осуждаю. Ну, это настолько несправедливо. Ну, серьезно. Просто пипец. Ну, вот зачем? Ну, какого черта, дружище? Ну, это же не честно. Как он там оказался? Почему он там оказался? Я потерял просто весь уровень. Я специально... Я специально копил этот левел, чтобы прокачать сегодня в серии реликвию. Уродец ты маленький. Нет, да за что? Еще самое смешное. Я только сказал, что я не сдох. Я ведь правда не сдох в аду. Я умер в этом мире. Нет слов. Одни эмоции. Ладно. Сейчас дождемся нормальной погоды, ребят. И, в принципе, можно будет продолжить. Потому что все нужные ресы, в принципе, у нас есть. Кроме, соответственно, железа, да? Или подождите. Железо я же кидал на переплавку. У нас есть 6 железа. Надо вспомнить, сколько нужно железа, чтобы открыть класс самурая. Для его открытия надо скрафтить рубиновый шлем. А рубиновый шлем крафтится с помощью двух слитков стали. А, в принципе, слушайте, нам хватает даже на шлем. Но если посмотреть на грудник, это еще 3. Штаны, это еще 2. Ботинки. А, ботинки даже вообще ничего не надо. Я не знаю, какой комплект, конечно, самурая самый лучший. Поскольку, если прям перейти в его класс, да, то здесь есть аквамариновая броня самураев. Есть железная, есть серебряная, есть золотая, есть алмазная, есть назеритовая. И вот есть рубиновая. Я думаю, мы, в принципе, можем сделать рубиновую. Чтобы просто попробовать. Ну и поскольку даже рубиновый шлем открывает именно класс самурая. Предлагаю только быстро сейчас, наверное, сгонять в шахту. Для того, чтобы набрать побольше угля, побольше железа. И чтобы сделать полный комплект. Только перед этим, само собой, надо кирку новую скрафтить. А то бы я сейчас пошел, а моя железная практически сломанная. Было бы не смешно бегать туда-сюда. Ну а теперь, 100% погнали на глубину. Ребята, а вот и алмаз. Я в прошлой серии, слушайте, нашел здесь один алмаз. И вот увидел комментарий, то что подписчик написал, попробуй обкопать вокруг. И слушайте, он был прав. Вот, в принципе, еще один алмазик. И даже осколки здесь тоже выпали. Это получается, можно будет сделать алмазную кирку. Спасибо большое за ваши комментарии. Если что, ребят, я все читаю. Очень приятные и положительные комменты. Видите, какие-то советы, подсказки. Огромное спасибо. Я набрал уже, получается, 12 рудного железа. Вот алмазик, получается, у нас теперь есть. Я думаю, можно возвращаться домой. По пути только я немного соберу еще угля. Ну что ж, я дома, ребят. Потихонечку я тут закидываю разные ресурсы на переплавку, что я собрал. Сейчас, я думаю, давайте сначала обработаем все, что мы собрали. Это вот, например, лазурит. Вот так вот. Плюс опыт прибавляется. Алмаз обработаем. Теперь у меня, по идее, три алмаза есть. И я могу создать себе нормальную алмазную кирку. И алмазная кирка получена. Ура! Я считаю, это самый, наверное, нужный предмет в Майнкрафте. Окей, железо переплавляется по чуть-чуть. Я думаю, можно поспать. Железо да переплавится. И мы, наконец-таки, с вами займемся самурайской броней. Поэтому сейчас доброй ночи всем. Ну что ж, и доброе утро всем, ребята. Что там по железу? Все, последний кусочек забираем. 15 железа нам 100% хватит. Уголь есть. Погнали это все дело подключать. Давайте сначала установим эту горелку. Устанавливается она, если что, непосредственно прям вот под эту чашу. Вот сюда мы ее ставим. Все. Теперь мне нужно этого всполоха запитать. Ну, запитать можно с помощью досок, угля. Короче, всего, что горит. Вот так вот. Теперь он создает нагрев. И давайте, наверное, я все железо сюда скину. И вот так вот уголька тоже туда же закидываем. Все лишнее, если что, мне вернется. Смешиватель заработал. И теперь все, что осталось, нужно немножечко подождать. О, он закончил. Давайте поглядим. Сталь получилась? Да, стальной слиток. Еще и 30 штук. Подождите, то есть он делает больше стали, чем количество слитков железа? Не ожидал. Ну, это очень, очень, очень приятный бонус. Погнали домой создавать броню самурая. В первую очередь, я помню, что нам нужны все вот эти камни, что мы находили. Рубины, нефриты, аквамарины. Я возьму все. Еще мне нужно золото. Беру. И теперь рубиновый шлем самурая. Создаем. Та-дам. Рубиновый нагрудник самурая. Создаем и тоже забираем. Ой, глава класса, кстати, завершена. Давайте посмотрим, какая награда нам за это будет. Здесь у нас будет только опыт. Эх, очень жаль, пришлось проделать большой путь. Ладно, теперь поножи самурая. Тоже их создаю. И теперь последний, это ботинки самурая. И их я тоже создаю. Отлично, весь сет получен. Теперь в квестах, по идее, у меня тоже должна быть какая-то награда. О, ну сначала надо, наверное, забрать награду за Незер. Здесь тоже опыт нам дают, целых 500 опыта. Вот это уже неплохо. Награды надо за реликвии забрать. То, что мы эти скороходы нашли. Или как там они правильно? Роликовые коньки. Не, я считаю, это сапоги-скороходы. Какие роликовые коньки? Также забираем награду за мешочек гнумусов. И путь самурая. Наконец-то. По идее, я должен был открыть сталь. Да, здесь награда плюс 200 опыта. И я же создал рубиновую броню самурая. А почему мне не дают опыт? Подождите, может быть, мне надо выкинуть ее? Выкидываю. И теперь заново собираю. Нет, не дают. Ммм, я почему-то не могу вот здесь нажать. То есть, я нажимаю, ничего не происходит. И по идее, мне получается, типа не открывает вот эти ветки. Может быть, я не могу вот это нажать из-за того, что я не нашел еще оникс, конечно. То есть, у меня есть такое предположение. Но да ладно. Главное, мы броню создали. И потом мы обязательно получим за нее награду. Ну что, я думаю, пора примерять, да? Всем же интересно? Мне очень интересно. Снимаю свою железку. И надеваю свой самурайский доспех. Мать моя. Какой красавец. Какой красавец. Надо только молот по-любому заменять, да? Он немножко не подходит под самураи. Да и вообще, у молота, знаете, такая анимация очень долгая. Мне нужно оружие какое-то, типа катаны, которое быстро наносит удары, скорость у которой хорошая и урон. А не молот. У молота, конечно, хороший урон, но вот он медленный, ребят. Реально медленный. То есть, для танка он подойдет, но не для самурая. Я все-таки хочу больше развиваться, как самурай. Ну, блин, это даже как выглядит. Это просто... Это божественно. Но плюс, я не против соединять билды. Потому что здесь же еще есть маги, есть жрецы, лучники, берсерки, паладины. То есть, я хочу изучить все и собрать какой-то билл для себя. Возможно, оружие буду использовать берсерка. Потому что я немножко посмотрел. И помните все кусочки темного металла, которые нам падали с рыцаря такого черного? Из них, оказывается, можно создавать слитки и можно создавать темное оружие и темную броню. Звучит интересно. То есть, само собой, мы это посмотрим. Очень-очень круто. Наконец-таки есть крутая броня. Я, кстати, сейчас предлагаю все-таки вот заняться тем торговцем. У меня же есть ведро молока. И смотрите, когда я забираю его из сундука и возвращаю в инвентарь, у меня вот здесь доставка, типа, то, что продолжает работать. А как только я убираю ведро обратно, у меня, типа, прогресс 0 из 1. Как будто я не добыл. Но, я сейчас, знаете, что предлагаю? Я предлагаю снять пока что броню самурая. Нужно потом будет сделать отдельное место для нее. Пока что я хочу просто ее убрать. Пускай она вот в отдельной бочке лежит. Поэтому пока моя старая железка. И я предлагаю создать фермы. То есть, у нас же там, за домом, вот за теми строениями, есть, так сказать, коровник. Там есть лошади. Там я и возьму себе новую лошадь. Там есть лошади. А вот в той деревне заброшенной у нас там есть овцы и коровы. Поэтому я предлагаю привести там все в порядок. И привести животных оттуда вот сюда. И организовать мостик какой-нибудь. И тогда будет вообще кайфово. Мы не будем нуждаться в коже, в мясе. Потому что готовить я хочу продолжать, скажу вам честно. Разные блюда. А их тут дохерища. Поэтому давайте сейчас все лишнее уберем и займемся чем-нибудь полезным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 То есть вот такой вот подъемчик аккуратненький. Плюс мне подписчик на стриме предложил использовать костры для декора. Я раньше этим не пользовался и даже этого не видел. Поскольку я раньше вообще не строил в Майнкрафте. А сейчас вот я попробовал такую штуку. И мне нравится как будто реально по бревнышкам здесь ходишь. То есть блин прикольно. Попробовал задегорировать заборчиком. Попробовал поставить вот сюда вот кнопочки. Попытки строительства идут, ребят. И мне нравится то, что в принципе мне кажется по чуть-чуть скилл растет. Сделал само собой небольшой вот такой подходик сюда. Да и блин, здесь тебе реально приятно ходить. Ты заходишь, у тебя здесь куча лошадей на выбор. Но это не значит, что надо их просто убивать всех. Да. И у меня теперь здесь получается есть и коровки и овечки. Также еще попозже хочется организовать здесь какую-то рабочую зону. То есть подготовить бочек, где можно будет хранить кожу, хранить мясо, чтобы не таскать с собой. Но вот здесь я помню седло было, да. Поэтому я думаю сейчас можно приручить нам лошадь здесь какую-нибудь. Вот какая мне нравится. Хмм, давай вот тебя мы возьмем. Сначала хочу ее покормить немножко с сахарком. Может добрее станет, да. Надеюсь, теперь ты будешь моим верным конем. Давай, дружище, приручайся. Ну-ка, пожалуйста, пожалуйста. Давай с первого раза. Нет, с первого раза не повезло. Лады, еще попытка. Давай, успокойся. Опять не хочет, скинул меня. Ууу, успокойся. Все, 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 все хорошо. О, все, отлично. Теперь можно на него седло надеть. И у меня теперь новый мой верный конь. Я буду помнить прошлого 100%. А сейчас я предлагаю доехать до дома, поспать, а утром отправиться к тому торговцу и отвезти ему все-таки молока. Посмотрим, какую награду он нам даст. И даст ли вообще ее. Ну и само собой, в будущем здесь надо будет сделать какую-то нормальную тропинку, потому что здесь все-таки, вот видите, куска земли нет такого. А потом можно будет тропинку проделать, деревья по бокам посадить, чтобы был проход красивый и вообще будет все четко. Так, а сейчас нужно в первую очередь поспать и утром отправиться в путь. Всем доброй ночи, ребята. Опять пришел! Опять пришел вот этот парень. Слушайте, а не снизу он пришел? Ну, по-моему, когда в первый раз пришел, у меня был подвал закрыт. Разве нет? Я, конечно, не знаю, но, пожалуй, на всякий случай сделаю вот так, потому что в ближайшее время мне ад будет не нужен. И он снова разбудил меня посреди ночи. Ну, что ты будешь делать? И я снова не могу уснуть. Конечно, есть идеи, может быть, все-таки попробовать отправиться сейчас в ночь. Но мне кажется, это плохая идея. Лучше я приготовлю что-нибудь покушать, а то с этим проблема. Здесь пусто. В инвентаре пару всего лишь капуст, которые, когда ешь, они практически не восстанавливают хп. Поэтому пойду я соберу урожай и приготовлю что-нибудь поесть. Ну что ж, утро прошло прекрасно. И посевы я немножко засеял и собрал их, и при этом трех гнумусов обезглавил. С них выпали мешочки. Давайте проверим. Раз, два, три. И теперь глянем. Ну вот гнумусов, это, кстати, еда. Дублоны гнумусов выпали. Коготь гнумуса выпал. Из интересного, по-моему, все. Пока что это все отправлю в сундуки. Но вот дублонами я потом, честно, хочу поторговаться. Кстати, собрал еще лен, который мы посадили в прошлой серии. Из него, оказывается, можно сделать половик. Как бы не было смешно, меня это заинтересовало в плане декора. Потом мешочки. Вот эти вот красивые. И можно сделать соломиную шляпу. Она, похоже, нужна для полного сета винодела. Я думаю, в будущем тоже скрафтим его. Но пока что это все я скидываю. Можно попробовать манты гнумуса. Или как там они назывались, да? Манты же, да? А, нет, нут гнумуса. Почему я подумал манты? Ну, восполняет, конечно, чуть-чуть. Но на халяву любой перекус хороший. И я, кстати, вспомнил то, что я не посмотрел характеристики даже брони. Я ее сделал, а не посмотрел. Так, давайте с нагрудника начнем. Один и восемь. А этот у нас просто шесть. Ну, понятное дело, она сразу лучше. Ладно, наверное, все-таки я ее надену. Не просто так же я ее скрафтил. Тем более, сейчас надо будет отправиться в дорогу. А там дракон рядом. И не дай бог произойдет с ним стычка. И тогда нам по-любому придется просто сражаться. Поэтому лучше быть экипированным. Ну что, мой верный конь, твой самурай идет. Поехали в путь. Отправляемся помогать жителям этого мира. Так, я почти на месте. По идее, вот уже да. Вот она лава. И вот домик этого повара. Дружище, я наконец-таки привез то, о чем ты меня просил. Пойдемте, заходим. Так, друг, ты все еще здесь? Здесь. А наверху у тебя там, по-моему, гости. Кстати, ребят, посмотрите-ка. У него тут сундучало запрятанное. Ладно, там ничего интересного. Очень жаль. Вот, держи тебе твое ведро с молоком. На. Вроде свежее. Да? Сгодится. Благодарю. Кстати, забери свое ведро. Спасибо. Подожди. Ты мне и ведро вернул? Отлично. Он дал мне изумрудов. И он дал мне глиняный черепок пламя. А это что такое? И, кстати, подождите. Не крафтится и ни для чего не используется. Хм. Очень странная вещь. Стоп. Ой-ой. Ребят, и лошадь мою сжег. Он бросился на мою лошадь. И что мне теперь делать? Мстить ей? Ну, мне кажется, он меня убьет. Или попробуем? Что скажешь, повар? Смахнемся мы с ним или нет? Ай-яй-яй-яй. Кто его знает? Стоит, не стоит. Наверное, урон бешеный. Ну, я хочу отомстить за лошадь, правильно? А он меня игнорит. Он меня реально игнорит. Дайте-ка я ему разочек по башке дам. Он вроде небольшой. На. Как тебе, друг, а? Тронул лошадь собака. Вот это молот. Ладно. Возможно, я зря на этот молот быковал. Так. Нет, я понял. Я понял. Я понял. Угу. 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 Так как-то, да? Ага. Да. А что тут говорить? Ну, я сам же говорил о том, что драконы сильные, да? Почему я сам себя не слушаю? Так, ребят, я подхожу к месту, где мы погибли, к сожалению. Кстати, по пути, заметьте, я нашел железную броню и седло. То есть, это остатки моего первого погибшего коня. Не второго, который здесь погиб, а первого. Который в лесу, когда мы возвращались домой. Так, я просто издалека видел частички красные. Меня это напрягает. Я не хочу, ну, сейчас прибежав сюда, снова отъехать. Потому что, ну, бегать пешком вообще недалеко. Так, вот, по-моему, мой труп, да? Так, да. Перемещаемся. Забрали. Отлично. Так, змейка. Здравствуйте. Дракона не видно. Ух. Дайте мне дух перевести. Подождите. А вот он подлетел, съел здесь курей. Я так понимаю. Ах ты ж. И, наверное, овец больше нету здесь, да? А, нет. Овцы за домом. Им повезло. И посмотрите, какая здесь расщелина огромная. Обалдеть. Ну и звуки. Кристаллы всякие разные. Глубина. Руды. Ух, кайф. Да, если мне надо будет, я могу даже сюда приехать. В шахту сходить. И, кстати, я хочу, прежде чем уйти, проверить еще кое-что. Я не могу повторно у него взять какой-нибудь квест. И проверяем, могу еще взять квест или нет. О, ты тут как тут. Конечно, у меня есть поручение для тебя. Посетители часто забирают тарелки с собой. И у меня не получается уследить за этим. Ты не принесешь мне 13 бутылочек, пожалуйста? Я не знаю, каким боком тарелочки, связанные с бутылочками. Но я понял, что квесты у тебя можно брать вот такие маленькие. Что ж, сейчас я предлагаю просто в темпе лететь домой. Потому что уже ночь наступает. Так, я почти дома, ребята. Просто с дрифтом вхожу домой. Ух, наконец-то я добрался. Знаете, что я вам скажу? Скороходы эти, это, конечно, круто. Но я несколько раз просто чуть не убился как раз-таки именно из-за них. Ох, было мощно. Ну, наконец-то дома. Вот это было хорошее приключение. И ад, и драконы, и сталь, наконец-таки. У-у-у, я думаю, сейчас можно поспать. И, наконец-то, перейти к созданию какой-то типа спальни. Знаете, ну, короче, хочу вот эту стенку немножко подснести. Возможно, на такое же расстояние, как здесь. И сделать, то есть, несколько стоек для брони. То есть, вот так, раз, два, три. Выставить на нее броню. Особенно самурайскую, да. Я хочу в будущем несколько сетов сделать. Может быть, кроватку туда поставить. И сделать такое спальное место, что ты с утра просыпаешься, выбираешь, какая броня тебе нужна. Потому что здесь все-таки несколько измерений есть разных, да. Здесь есть край, Незер, рай, подземелье, да. Так еще, ребят, есть какие-то другие подземелья вот здесь, да. То есть, я видел, можно найти. В общем, контента еще уйма. И я больше чем уверен, что будет такая ситуация, когда в одном измерении нам нужна будет одна броня. Или против определенных боссов нужна будет другая броня. Да и когда мы начнем классы разные собирать для себя, мы тоже будем использовать разную броню. Поэтому, я думаю, нам 100% нужно создать вот такое помещение. Тогда сначала, доброй ночи. Ну, а теперь, я думаю, можно и приступить к строительству. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вот как-то вот так, ребят. Постройку я более-менее закончил. Скрафтил даже нам несколько картин, повесил. Фонарей скрафтил несколько. Вот такие стоечки получились. У меня, если что, по-моему, да, еще три штуки есть. Я параллельно, я думаю, вы заметили, я что-то могу ставить, убирать, потому что, как и говорил, со стройкой проблема. И я просто пробую разное. Потом мы 100% сюда добавим еще броню. И, думаю, с другой стороны, возможно, тоже, как бы, может быть, вот здесь еще несколько стоек поставить на выходе. Картину можно будет убрать, полублоки можно будет убрать. И здесь еще несколько стоек брони. Ну, это 100% уже в следующих сериях, кто его знает. И насчет молота еще не знаю. Молот, поскольку я могу либо вот так хранить, а можно мне молот забрать? Молота дайте, во. Либо я могу его хранить в стойке, либо я могу вот так в рамке, то есть все класть. Как бы что так, что так, все удобно. Но насчет брони я могу до сих пор сказать, броня выглядит очень-очень круто. Ну, а на этом я сегодня буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр этой серии. Я буду очень благодарен, если вы поставите палец вверх. Это будет очень круто. Это мотивирует на создание новых видеороликов, ребят. Еще раз вам огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.